Похоже, осень – это действительно время фестивалей красоты. Сегодня здесь самые красивые люди, вещи, а также шоу-показы и мастер-классы для тех, кто решил создать себе свой новый неповторимый образ. На одной площадке встретились все, кто связан с миром моды, стиля, дизайна и творчеством. Представители ведущих коммерческих организаций региона получили возможность продемонстрировать новинки своей продукции – от аксессуаров и одежды до дорогих авто. А любой посетитель фестиваля смог попасть в руки профессиональных стилистов. Не удержалась и сильная половина. Хотя на вопрос, что такое мужская красота, ответ был получен не сразу. Это некая такая естественность и немного брутальности. Ну, не знаю, как бы, ну, я не знаю. Я думаю, что это должно все равно, но я тоже как-то не помню, но я считаю, что это должно все равно брутально, более лаконичные формы, более острые, возможно, более такие грубоватые, потому что, как-никак, это образ мужчины должно быть статный. Модели студии Валентины Сафаровой все в лоске изысканности на Олимпе Зевс и его богине. Человек не может быть красив только внутренне или только внешне. Он по-настоящему красив, когда это действительно гармония. Сейчас образ богини очень востребован в образе невесты. Практически это просто, вот сейчас новая такая ветка, новая тенденция. Практически каждая невеста – это богиня. Это выпускной вал. Это может быть какой-то корпоратив. Это может быть какой-то частный вечер. Да, сейчас очень модно организовывать тематические вечеринки. Я думаю, что это довольно-таки практичный и многообразный вопрос. Финалистки Ивановской красавицы представили коллекцию причесок «Бабье лето». Здесь краски осени в волосах и макияже. Одна из участниц Анастасии Бобро оказалась еще и модельером. Сужена-ряжена, пожалуй, лучшее олицетворение красоты русской девушки – задором и огоньком. Организаторы фестиваля уверены, что осень – это лучшее время для перемен. Так что не скупитесь на свой новый образ и не бойтесь экспериментировать. Этой осенью актуально все, и особенно индивидуальность.